Что я думаю? Дороги нет. Одни ямы украпали. Вот и все. Перекопали всю дорогу. Раньше была намного лучше, чем сейчас. Буквально три года, так и ее не стало. Все ожидания лучшего, но она с каждым годом все хуже и хуже так становится. Доказательство того, что дорога в принципе не проездная, она аварийная. Вот ямище какая. Человек туда в нее влетел. Члены Общероссийского народного фронта провели мониторинг федеральной трассы Колыма. Проверяют автодорогу раз в два года. Колымская трасса – единственная артерия, соединяющая Магданскую область с центральными районами страны. Ее протяженность более 2000 километров. Она разделена на две части. Одну обслуживает ДСД Дальний Восток, вторую – Упрудор Вилюй. Поэтому специалисты смотрели дорогу по двум управляющим организациям. 107 километр. Вот смотрим, что происходит. Хочется обратить на это внимание федеральных властей. Куда деньги-то деваются? Дорога разрушена. Здесь когда-то, может быть, был асфальт, видно, но это было когда-то. Сейчас это, получается, яма. Люди убивают свой транспорт, убивают свои машины. Ну, скачет, как не знаю кто. На территории Сахая-Якутия Упрудор Вилюй дорогу не обслуживает. Подрядчики не работают. В двух местах ведется генеральная реконструкция, но мы особо не обращали внимания на генеральные реконструкции и капитальные ремонты. Мы смотрели именно на содержание автодороги, потому что без содержания, нормального содержания дороги, дорога развалится. Просто она не будет существовать. На территории Якутии мы увидели не федеральную автодорогу. Мы увидели какую-то заброшенную проселочную дорогу. Отвалы, вообще с отвала взят грунт. Это большие скальники и так далее, высыпанную дорогу. Плохо укатанная гребенка повсеместная. То есть движение без разрушения автомобиля практически невозможно. В ходе реконструкции дороги работают два нацпроекта – БКД и внутренний туризм. Оба проекта, рассказывают специалисты, не реализуются, поскольку компания Вилюй не исполняет свою прямую обязанность. Мы проехали расстояние, которое было обозначено щитом капитальный ремонт, то есть 15 километров с небольшим. В результате на этом участке дороги мы не увидели ни одной единицы техники, ни одного человека, работающего на дороге. Подготовка к капитальному ремонту не ведется, но и не велась. Из этого можно сделать вывод, что Купердор Вилюй, пользуясь такими моментами, как капитальный ремонт, хочет из себя снять ответственность за содержание автодороги. То есть выставляя знак о капитальном ремонте, он просто обозначает этот участок, на котором никакие работы по содержанию вестись не будут. При этом не ведет здесь никаких работ, и дорога остается в том же аварийном состоянии, в каком она и была. Они просто завалены. Почему? Потому что легковым автотранспортом проезд практически невозможен. Я скажу так. Джипы разрушаются. Постоянно мы видим какие-то машины заваленные, потому что не удерживаются на дороге. Это хорошо видно на заснятых видео, которые были. Мы все видели фото-видео фиксацию. Вот. Расстояние до Алдамской переправы от Бестяха, то есть от нулевого километра Колымской трассы, федеральной автодороги Колыма. Там просто непроходимые пески, там пустыня. Где-то там делается работа Вилюем по укладке асфальта, но на песок. То есть такое мы видели в 2019 году. В этом году мы увидели разрушенный полностью асфальт, то есть закопанные деньги в песок, скажем так. Выход один. У дороги должен быть один управленец, рассказал Сергей Зеленков. Именно такая организация должна контролировать подрядчика. На территории Магаданской области ситуация с автотрассой совершенно другая. Когда мы заехали в Магаданскую область, честно скажу, был очень приятно удивлен. Очень приятно. На стеле Магаданской области граница, там на Деленкире происходит разделение. Я сразу сказал, сейчас будем смотреть, что делается у нас на территории области. Я был, вы знаете, я уже сказал, приятно удивлен, большое спасибо дорожникам. 100 километров я проехал, даже не там, где-то 120 километров я проехал, я даже не заметил. То есть дорога хорошо расширена, хорошо утоптана, это при том, что мы попали в дождь, на дороге вода не удерживается, она стекает, то есть идеально. Я скажу так, мне очень понравилось. Да, были какие-то проблемы на территории Ягоднинского района, это мы увидели у подрядчиков, но где-то там была поломка техники, понятно, но они сейчас это нагоняют, работу по содержанию. Но где-то были такие причины, как просто уже содержание проводить на этих участках невозможно, то есть необходимо проводить капитальный ремонт, и это в планах. Как отмечают специалисты, если дорогу не сделать, то многие сферы пострадают, например, туризм и логистика. Всю информацию по автодороге передадут в контролирующие органы. 1588-го километра мы едем по федеральной автодороге Колыма в сторону Аратукана и видим, что скорость движения 30 км в час, иначе быстрее просто не поехать. Яма на яме, дорога не содержалась, следов грейдера нет. В этом году его здесь еще и не было.